Проблемы Республиканского центра детского и юношеского творчества «Артика» начались в далекие 90-е. Еще тогда на прилегающей к центру территории не были вовремя оформлены документы. Но все же в 2008 году «Артика» получил право на владение прилегающими участками. Тогда планировали строительство спортивного комплекса, стадиона, гостиницы для спортсменов, центра профессиональной переподготовки. Но, как оказалось, к этому времени территория уже была занята некими физическими и юридическими лицами, которые приступили к постройке многоэтажного дома, а также сауны для вип-персон сразу за центром. Кстати говоря, разрешающие документы на строительство выдавала столичная мэрия. Более того, на территории, прилегающей к центру, находится здание бывшего лицея. Здание никем не охраняется и находится в ужасном состоянии. Здесь собираются сомнительные компании подростков. Мы находимся в здании лицея «Реал». Когда-то здесь обучалось более 900 лицеистов. Уже 4 года здание находится в аварийном состоянии. Сейчас это место стало сборищем наркоманов. По словам работников «Артика», каждую неделю они выносят отсюда шприцы и мусор ведрами. Там сбор наркоманов идет. Так это мы видим. Это мы видим на своих глазах. Потому что сегодня мы пошли, смехаем, убираем. Приходим через 2-3 дня опять. Там шприц, там иголки, там все, там все. Три корпуса у нас. Три корпуса. И чтобы пройти, там не один, не два человека ходят. А там их, наверное, уже постоянно. По сей день у центра огромные проблемы. Здание, которое было отремонтировано 4 года назад, до сих пор не подключено к отоплению. Более 3 тысяч детей, а вместе с ними 200 педагогов, в прямом смысле слова мерзнут. Основная часть бюджета учреждения уходит на погашение огромного долга перед строителями. И это не единственная проблема. До сих пор тянутся судебные тяжбы с лицами, считающими данную территорию своей собственностью. Директор детского центра «Артика» с болью в сердце говорит о проблемах центра. Он не может сдержать слез. Открывает исследования «Ар Spider» Субтитры создавал DimaTorzok По словам директора Артика, руководство центра неоднократно обращалось за помощью в Министерство образования. И только сегодня парламентская комиссия по культуре, образованию, молодежи и спорта решила обсудить данную проблему. Для этого члены комиссии прибыли в Арктику, чтобы наглядно увидеть то, что происходит с центром. Первостепенные задачи, которые обсуждались на заседании, это оснащение помещения системами отопления и кондиционирования, а также охрана всей территории. Члены комиссии вынесли решение о том, что представители Министерства образования вместе с руководством центра предоставят план выхода из сложившейся ситуации не позже, чем через две недели. Существует много проблем. и это шерр, это шерр, это шерр де активности. То есть, руководство этих институтов нужно понимать, что, в медиуме, они должны быть более активными, чтобы конкурировать с остальными средствами, который, в случае, артикул, который находится в центре Чищенеу, они имеют инфраструктуру, они имеют персонал, и они должны только капитализировать, чтобы начать активные институты для репарации и чтобы обеспечить.